Так, сейчас будем начинать. Три телефона, да? Да. Все, сложно. Инстаграм хорошо. Зум пока. Уже сердечки идут. Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. Всем добрый вечер. Всем привет. Пару минут и будем начинать, поэтому пока подсоединяемся потихоньку. Добрый вечер. Сегодня у нас очень интересный эфир. И надо сказать, что мы сегодня выходим аж с трех устройств. Вот настолько тема интересна, что, в общем-то, да. Все, наконец-то мы вышли в эфир еще и ВКонтакте. Так, сейчас мы отключим звук. Так, здесь звук включен? В самом клубе? Да. Всем привет. Все нас слышат. Сейчас, сейчас, сейчас. Пока мы три устройства настроим. Да, пока что идет подключение. Пожалуйста, напишите, откуда вы, с каких городов. Всех рады видеть. Видим много знакомых лиц. Всех приветствуем. Добрый вечер, друзья. Да, добрый вечер. Так, попрошу видео выключить. Нам видео не нужно будет. Так, все, запись идет. Да, пишите, пишите в чат. У меня, в общем-то, добрый вечер всем моим подписчикам. Питер, видим Вологда, да, отлично. Челябинск. Да, у меня мои челябинские в основном. Так, ну, хорошо, хорошо. Подключаемся пару минут и будем начинать. Еще раз повторюсь, что сегодня у нас очень интересный эфир. Вот, и мы вышли в эфир аж с трех аккаунтов, с трех устройств. И, в общем-то, поэтому я думаю, что тема не просто интересна, а просто суперинтересна. Поэтому желающих очень много и хочется, чтобы все успели посмотреть, принять участие. Так, попрошу вот видео, конечно, свои выключать, потому что в зуме, потому что нам, к сожалению, они будут мешать. Так, так, все, вроде бы настроили. Так, друзья, ну все, давайте потихоньку я буду добавлять, кто еще у нас присоединяется. Но начнем, даже не знаю, в какое устройство смотреть, но начнем. Начнем, друзья, сегодня у нас в нашем лектории, в нашем инстаграме, в нашей студии Светлана Родионова, ясновидящая. Вот, в общем-то, у нас это достаточно редко, чтобы у нас ясновидящие нас посещали. Поэтому мы очень рады, Света, что, в общем, ты пришла к нам и поделишься своей методикой. И расскажи, пожалуйста, немножко о себе, все интересуются, что же это за такая ясновидящая. Поэтому, пожалуйста, вот слово предоставим тебе. Ну, наверное, начнем с того, что вообще о себе. Расскажи, пожалуйста, о себе. Ну, я, как-то, люблю говорить всегда, простая советская женщина, такая же, как и все, из такого же теста. И я, наверное, просто более чувствительная. И как-то вот пришла к этому, ко всему. Ну, и люди меня называют ясновидящие. Сама я себя так не называю, но практикую духовное видение. Я люблю слово парапсихолог. И еще последнее время, когда мне исполнилось 50 лет, я стала называть себя пифи. Потому что, расскажу про себя сегодня, пифи, они не просто предсказывали будущее, они подводили человека к принятию каких-то решений. Вот, то есть они не решали за человека ничего. Поэтому мне как-то вот образ пифи близок. И, если интересно, расскажу об этом. Ну, как я ко всему этому пришла, очень часто задают мне такие вопросы. Ну, я к этому не приходила, я от этого уходила. Я всегда от этого убегала. У меня с детства были какие-то видения. Я сидела в школе за партой. И если были там какие-то лица или еще что-то, я видела всегда там. Подружки свои, одноклассницы говорили, смотри, видишь тут глаза, вот лицо, вот видишь. Она мне говорила, да, да, вижу, конечно. Я думала, что все дети тоже так видят. То есть это у тебя способности с рождения, да? С детства мама меня всегда называла фантазерка. Ну, да, я там чего-то, как-то рассказывала интересные вещи. А когда подросла, и вот мои прогнозы, когда начали сбываться, и хорошие, и нехорошие, и тогда, конечно, уже меня перестали так называть. И практикую я 27 лет. Ну, момент 27 лет, я считаю, в апрель месяц, как сейчас помню, был, 94-й год. Вот 27 лет практики, это дата с момента первого человека, который вообще незнакомый, пришел ко мне, вот сел напротив меня. То есть я очень сильно волновалась, вообще незнакомый. До этого я, ну, в основном со своими работала, с близкими, с подругами, друзьями, с родственниками, с родственниками родственников, там, подругами, подруг и так далее. Вот, практикую я 27 лет, и потихоньку-потихоньку я прошла очень-очень много. Я сначала интересовалась в 90-х годах всем этим, у меня был повышенный интерес, но не могла выбрать для себя, что же мне все-таки интересно, что мне близко. Я проходила курсы по народничеству, какие-то там заговоры, белая магия. Я по духовному видению с Кустаная приезжал лектор, там, проходила, ходила по каким-то курсам, семинарам. Да, но не могла себя найти никак абсолютно. Я пробовала себя, вот как я вижу, очень всегда по-разному. Я пробовала себя, смотрела на огонь, я видела какие-то видения, картинки. Где-то я услышала, что можно, оказывается, смотреть на воду. В один прекрасный день налила чашку воды, посмотрела на воду, поняла, что я могу это делать. Я пробовала с какими-то инструментами работать, купила себе хрустальный шар, смотрела на шар. То есть я очень-очень-очень много, долго искала себя. Но я поняла, что для того, чтобы мне работать с людьми, мне не нужны никакие инструменты, они мне просто мешают. И я практиковала, я отливала на воск, я работала с людьми, работала, пробовала себя и наложением рук и прочие вещи, да, как космоэнергет, как биоэнергет. Но все-таки пришла к тому, что сейчас я просто консультирую людей. За лечение я берусь очень крайне редко, на свое усмотрение. То есть я не, как сказать, за человека ничего не делаю. Я смотрю, в основном работаю с родовыми программами. Как я к этому пришла, вот смотрела, видела, и я поняла, что 20 с лишним лет я потратила на то, что я смотрела за мощную скважину. То есть вот поле человека, ну, такого ровного поля, конечно, никогда не бывает. Поле всегда деформировано у людей. Поле все искривлено, но какого бы оно размера и формы не было, оно всегда имеет прониси. И постепенно, 20 с лишним лет я потратила на все, на это, я вышла на систему координат. То есть я перестала смотреть только поле человека. Я стала работать с прошлым, с будущим и с какими-то там параллельными мирами. То есть одновременно, да? Да, одномоментно. Я смотрю, прошлое, будущее, настоящее одномоментно. Первое время, конечно, я думала, что у меня просто от этого разорвется голова, что это очень тяжело и не все в порядке было. То есть нижний мир, когда начала видеть, конечно, это очень интересные, на мой взгляд, сейчас вещи. Но тогда было страшно и сложно. То есть миром мертвых тоже, да, ты работаешь и можешь разговаривать, да, с людьми, которые ушли. С миром мертвых я работаю, но я никакими некротическими связями там не занимаюсь, я не вызываю никаких там ничего. Я работаю на уровне души. Вот я вышла на уровень души, почему я говорю, система координат, да, она не имеет границ. Чем она мне интересна? Она не имеет границ. У системы координат можно влево, вправо, до бесконечности продолжать, вперед, назад, там, вверх, вниз, по диагонали. У системы координат всегда есть нулевая отметочка. Есть плюс, это условно мир живых, и есть минус, это условно мир мертвых. Но не таких мертвых, где зловещие мертвецы, да, то есть, а это просто минусовый аспект. Положительный, отрицательный. И вот, ну, понятно, что где плюс, там есть сущности с плюсом, да, как ангелы-архангелы, как хотите, называйте. И есть сущности с минусом. То есть, эти сущности, вот, чем ниже вниз, да, тем у них сильнее энергетический заряд. То есть, они, вот, для сравнения, да, вот, батарейка бывает полтора вольта, бывает три вольта, бывает 220. То есть, чем глубже в лес, тем сильнее, как сказать, сложнее и мощнее сущность. Ну, пригодилось, конечно, и в мир мертвых, и везде. Но специально мертвых я не вызываю. Если человек ко мне пришел на консультацию, и кто-то из умерших появляется, бывает, что вся родня появилась, то есть, как хор пятницкого стоял. А как ты их видишь, картинками или как? Я их вижу всегда по-разному. То есть, я еще сама не понимаю, как я это делаю. Видимо, мозг впадает в какое-то измененное состояние сознания. Вот, я с человеком работаю, видения у меня идут всегда по-разному. Я уже сказала, что я пробовала смотреть себя и пробовала себя на воду, на огонь, на какие-то инструменты. Проще, конечно, мне просто расслабиться и работать с человеком. Особенно хорошо мне работать с чужими людьми, которых я первый раз в жизни вижу, ничего про них не знаю, чтобы не включать логику. То есть, лишняя информация не нужна? Нет, нет. Ко мне люди, когда приходят, я спрашиваю только имя человека, все, мне больше ничего не нужно. То есть, фотография не нужна? Нет, нет. Я не знаю, как я это делаю, конечно, но вот только имя. Только имя, да. Вопросик есть. Следуя из Ваших слов, хочу задать вопрос. Можно ли войти в астрал и путешествовать вне тела? В астрал, конечно, можно входить. Кроме астрала у нас есть очень много всяких слоев. То есть, почему вот я работаю по системе координат? Вот любая точка во Вселенной является центром Вселенной. Если бы у нас Вселенная была круглая и ограничена, да, как сказать, какими-то контурами, то у нас был бы один центр Вселенной. А так как наша Вселенная безграничная, то любая точка является центром. И любой человек, и любая клетка, и любая молекула, или там еще какая-то частица является центром. И с любой точки можно проводить систему координат. То есть, это слои, которые наслаиваются не просто вверх-вниз, влево-вправо, по диагонали. То есть, это сложно объяснить. Поэтому, кроме астрала, да, ну есть нижний астрал, высший астрал, там, кто как это понимает. То есть, я когда вышла на все это, я, честно говоря, даже запуталась. Потому что, когда я вижу что-то, мне не пишут никакие названия. Где я, в каком я слое сейчас, в астрале, в ментале. То есть, это вообще сложно объяснить. Но я раскачала амплитуду и, ну, чуть сама не попала в мир мертвых. Потому что, когда повышаешь вибрации, в первую очередь, при чистоте вибраций, да, когда высокие вибрации, начинают разрушаться твердые ткани. То есть, у меня пошли проблемы с костями. Я сначала не поняла, в чем дело. По здоровью, да? Да, по здоровью очень сильно, конечно, меня шандарахнуло. То есть, все не просто так. Ну, вот вопрос как раз и спрашивают. Как вы научились этим жить спокойно? И какая-то такая информация может сильно мешать обычной жизни? Да, эта информация, конечно же, очень сильно мешала. То есть, я всегда закрывала. Люди все хотят открыть третий глаз. Я его всегда закрывала, потому что это не просто там какие-то сущности, да. Когда ты видишь, что, как я маме говорила, что мой младший брат умрет, да, она мне всегда говорила, да, ты что говоришь? Я еще была девочкой. Когда я видела, как, что мама умрет близкие, да, очень тяжело. И до сих пор люди приходят, и вижу, когда, и люди же приходят с проблемами, когда я вижу смерти детей, смерти людей. То есть, к этому нельзя привыкнуть, очень тяжело. Как с этим жить? Конечно, жить с этим очень сложно, очень сложно. Я живой человек, я такая же, как и все. И у меня живая душа, и очень чувствительная душа. Я через себя, через сердце все пропускаю. Чувствую, диагностирую людей на себе. То есть, абсолютно, вот приходит человек, я чувствую, где у меня там, что заболело. То есть, это у меня внезапно началось. Но потихоньку я это все, как мне кажется, взяла под контроль. Хотя, чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что я абсолютно ничего не знаю. Вот, это очень, на чем все сложно. Нужно ли выходить в астрал, спрашивают? Ну, сознательно выходить в астрал, ну, не знаю, если вы считаете нужно выходить, ну, выходите. Потому что кто что умеет делать, и кому что нужно, какие цели и задачи. Я ни в какой астрал не выхожу. Человек приходит, я просто расслабляюсь на него настраивать. Причем я никогда не планирую никакие приемы, я просто спонтанно люблю работать. То есть, спонтанно у тебя получается лучше, да? Да, спонтанно мне гораздо легче, чтобы не включать никакую логику. Пришел человек, я начинаю смотреть. Нида рассказала, как я смотрю. А, хорошо. По поводу, значит, инструментов я сказала, пробовала, но я отказалась от тех инструментов, они мне, в общем-то, не нужны. Да, бывает, вот человек пришел, сидим напротив друг друга, бывает, у меня появляются картины между нами, между мной и человеком. Бывает, что я, чаще всего такое бывает, что я смотрю человеку в глаза, и я смотрю сквозь человека, не на полтора, два, три метра, да, а сквозь, не знаю, там, время, расстояние, тысячи километров, сколько объяснить невозможно, и мне идут какие-то видения. Иногда я вижу, допустим, человек пришел, у него за спиной, вот они все, и вот, умершие, вся сила рода, весь род забрал. То есть ты прямо их видишь, да? Да, да, я их вижу. Причем видения тоже в разном облике. Иногда я сижу, разговариваю с человеком, вижу обстановку у окружающей, у людей, но у меня внутри моей головы идут картины, то есть я и такие вещи вижу, то есть поэтому как этим пользоваться, у меня идет все спонтанно. То есть вот человек пришел, я всегда прошу имя и прошу ничего, мне не рассказывать. Я сначала сама смотрю человека, на пальцах объяснять я все это устала человеку, да, любому, поэтому я взяла в один прекрасный момент простой карандаш и лист бумаги и начала рисовать какие-то вещи, да, какие-то структуры, для того, чтобы не на пальцах объяснять, а показывать, что и как, где, какое оно. Ну, по сути, это инструменты твои, да, инструменты, ручка, карандаш и листок. Вообще мой инструмент это духовное видение, а это просто наглядное пособие, я бы сказала так, да. Но для людей более понятно, да? Да, для людей более понятно, то есть если приходят люди, которые связаны с эзотерикой, либо хорошо знают физику, квантовую физику, конечно же я им объясняю, что такое восходящие, нисходящие потоки, где, что, как, а обычно... Для среднестатистического человека, у которого там физика на уровне школьной программы, я объясняю, да, что вот, что я рисую. Обычно я говорю так, что вот беру лист бумаги и рисую крестик, да, вот этот крестик это система координат, о которой я говорю. Или объясняю, что есть нулевая отметочка, есть плюс и есть минус. Условно, да, сверху это мир живых, снизу мир мертвых. Так вот, слева прошлое, справа будущее. Это вот самое, так сказать, примитивное объяснение, да, чтобы человеку было понятно, доступно. И из самого центра я начинаю рисовать чакры. То есть вот рисую семь чакр. Это моя работа, в этом заключается. То есть я человеку объясняю. То есть именно по чакрам, да, ты смотришь? Я, ручка у тебя не пишет. Карандаш? Да. Значит, я начинаю рисовать какие-то структуры. То есть вот то, что я вижу в человеке, мне надо нарисовать. Конечно, нарисовать все это невозможно. Я не художник. И чакры наши вибрируют в режиме онлайн, так сказать. И я беру среднюю арифметическую амплитуду и показываю, то есть насколько чакра может открываться и закрываться. То есть в каком режиме может работать чакра. Насколько было падение вниз, да, насколько была там вверх какая-то чакра там сильно открывалась, да. То есть эти чакры, они вибрируют. Если человек что-то перенес, какой-то стресс или там потерю, или еще что-то, все это в поле записывается. Вот как физический прибор какой-то пишет, вот это вот поле я и вижу. Так вот, я смотрю, значит, там первую чакру, вторую чакру. Если появляются какие-то структуры, например, петли, кресты кармические, узлы. То есть раньше я, когда была молодая, много там читала книжек и слушала людей, да, которые рассказывают какие-то вещи. Мне было интересно, что такое кармические узлы и кресты, я не понимала этого. А когда я начала рисовать, у меня все стало на свои места, все разложилось по полочкам. И я людям объясняю, что такое кармический крест, откуда, как, что. То есть я объясняю. То есть вот они. Так, вот вопросик еще. Как поставить защиту, когда смотришь энергетику людей? То есть, видимо, люди по разложены. Ну, как поставить защиту, кто на каком уровне работает? То есть есть ты какую-то защиту ставишь? Много информации. Я защиту никакую не ставлю и никогда не ставила. Мой самый главный принцип защиты – это отсутствие защиты как таковой. Я никогда ни от кого не защищалась. Защищаться, по сути дела, ни от кого. Вот эта система координат – это и есть Бог. Есть высшие сущности, низшие сущности, да, вплоть до самого дьявола. Я, кто у меня был в Инстаграм на моей страничке, у меня есть там пост про дьявола. Кто такой дьявол и почему его боятся, да, что это такое, кто это такой. Я объясняла уже это. Вот. Для меня дьявол – это непротивоположность Бога. Как иногда людям внушают, что есть злой Бог, есть добрый. Бог у нас один, един. И дьявол – это частичка Бога. Это ангел очень сильный, способный, Люцифер сияющий, которого создал Бог. Бог далеко не дурак. Он не ошибся, когда создавал дьявола. Он создал дьявола для развития. Дьявол, черти, там, нечистая сила. Никогда никого не убивали, не кусали и так далее, да, людей убивают люди. Но низшие сущности тоже нам нужны. Они нам очень помогают для развития. И хочу еще сказать, что низшие сущности к нам не приходят. Это мы к ним приходим. Как вот есть в мире море, да, и в море живут акулы, там, в океане. Так вот, для того, чтобы тебя съела акула, тебе надо не просто приехать на море, и тебе надо еще за буйки заплыл. Так вот, если ты за буйки заплыл, то нечистая сила тут как тут, да. Если у человека падение энергетики. Если человек поднимает энергетику, выходит из этого моря, да, выплывает из этих буйков. То есть, другими словами, никаких сущностей снимать не надо и нельзя, да и бесполезно это все делать. Раньше я пробовала себя, занималась экзорцизмом, изгоняла каких-то там духов, одержимости снимала. Когда я поняла, как это все работает, как это все устроено, поняла, что бесполезно снимать сущность. Надо просто человека, знаете, достать вверх, поднять энергетику. Все. Никакие сущности, и больше человека не будут пожирать или что-то делать с ним. Ну вот интересный вопрос по поводу перерождения души. То есть, мы как бы все знаем, да, что душа перерождается. А как же тогда вот поддерживать сообщение-то у тебя с душами умерших? То есть, вы же вроде бы, это другая душа или это другой человек? Вот, здесь немножко непонятно. Несколько человек задали этот вопрос. По поводу общения с мертвыми? Да. То есть, если верить... Ну, я хочу сразу сказать, что когда я общаюсь с мертвыми, так как я не занимаюсь с магами, я не как маг или какой-то там, кто занимается там некротическими какими-то делами, я не занимаюсь этими делами. Я действительно работаю на уровне души. И когда приходит ко мне умерший человек, его душа, я не чувствую там никакого там холода или страха, или каких-то там запахов, там плоти разлагающихся. Абсолютно нет. Я ни с такими там духами, привидениями не общаюсь. Душа у мертвого человека, она постоянно, она одинаковая, она точно такая же, как и душа у живого человека. Да, она может принимать какие-то образы. То есть, душа считывает, допустим, если со мной общается, она считывает, как я понимаю, мое мнение, да, мое видение, считывает с меня какую-то информацию, да, развитие там мое. То есть, душа, она как телепатически обладает какими-то тоже знаниями, и она предстает в таком образе, в каком вот, чтобы не было понятно, кто это и что. Душа на самом деле, это бесполое существо, это просто сгусток энергии, светящийся шарик, как я люблю говорить, то есть, чтобы было понятно, кто это, ну, телепатически общается. И потом, уровень души в основном идет символика. И наш дух, сознание у нас находится на шестой чакре, здесь наше эго, наш дух, ну, это мое мнение, да, в литературе очень много всяких там разногласий, кто как видит, как чувствует. Очень интересная точка мнения у Татьяны Владимировны Черниговской, которая занимается наукой, а не эзотерикой. У нее тоже есть там интересные вещи, интересные статьи, которые можно послушать. Так что вот, каким-то образом мы друг друга видим и чувствуем. По поводу спрашивали еды. Ты как придерживаешься вегетарианка? Как это влияет на твои способности принятия плотной пищи? Нет, я не вегетарианка, я ничего не придерживаюсь. Я живу много лет по наитию, вообще живу и чувствую, и ем, и все делаю так, как хотелось бы мне, да. Если я захотела мяса, я могу съесть мясо. Если я встала и не хочу ничего есть, я бывает такое, что могу не есть сутки, двое, трое. Вот, если я там с кем-то работаю, ко мне должен человек на отлив прийти, я, конечно, вообще не употребляю никакую пищу. То есть я слушаю себя. Точно так же я работаю с травами. То есть я, у меня очень много всяких трав, но людям я травы не даю, хотя меня многие называют травницей, потому что, ну, я не фармацевт и не имею права назначать чего-то кому-то, да, но я сама принимаю травы. То есть я, если плохо себя чувствую, я, может быть, вот травами-то действительно и вытянула себя с того света. Ну, понятно, да. Да, то есть я хочу – ем, хочу – не ем. Хорошо. То есть что я хочу – слушаю себя. Вопросик, еще сколько по времени можно просматривать человека и сколько длится, наверное, сеанс у тебя, как консультация, есть ли какие-то границы. И как происходит консультация, немножко расскажи, пожалуйста. Как происходит консультация, ко мне люди звонят, записываются, я приглашаю. То есть и лично работаешь, да, и лично, и онлайн. И онлайн, да, я по разным городам, меня уже даже Новая Зеландия уже знает, и Германия меня знает. Да, да, у нас тут как раз представители Германии уже пишут вопросики. Всем добрый вечер. Да, добрый вечер. Да, всем рады. И Мордовия, Удмурдия, Питер меня хорошо знает, Москва, Подмосковье – это уже мои, как сказать, постоянные клиенты. Как сам процесс происходит? Если человек звонит мне по телефону, ватсап, вайбер, да, чтобы было удобнее, дешевле связь, да, я беру трубку, мне даже не нужен телефонный, вернее, мне не нужен видеозвонок. Да, я беру трубочку, мы просто общаемся и разговариваемся. Вот у нас еще из Мексики приподсоединились, добрый вечер, добрый вечер, да, всех рады видеть. Мне нужно имя человека, больше мне ничего не нужно. По времени сколько это происходит? Ну, по времени, ну, я постараюсь в час укладываться, если это по ватсапу и по вайберу, ну, 30-40 минут в среднем. Когда ко мне приходят домой, я принимаю на дому, ну, в среднем час у меня консультация, и по времени бывает у меня, ну, максимальная консультация у меня была 5 часов. Ну, в среднем час-полтора, ну, два, это если какие-то тяжелые вещи, родовые программы. Потому что я начинаю смотреть человека, я спрашиваю имя, прошу ничего мне не говорить, я сначала смотрю сама, и вот кого-то я могу за 15 минут рассказать, показать, где какие структуры, объяснить, а потом уже люди мне задают вопрос. Планы работают в Челябинске, город Челябинск, если личный прием, а так онлайн, пожалуйста, и в любую, любую, любую городу. Любая точка. А еще вопросиков, вопросиков очень много, сейчас мы, как бы, вопросики уже будем заканчивать, потому что у нас еще очень много-много всего. Так, по вопросикам, насколько предопределены события, если вот, как ты говоришь, вот это все, смерть, да, ну, будущее, там, дети, муж, жена, смерти, там, насколько это все предопределено, и как, есть ли возможность изменить? Ну, когда я начинала смотреть, люди приходили ко мне, люди чужие, посторонние, кого-то я видела, там, дату смерти, еще что-то, кого-то не видела, я думала, что вот здесь я вижу, здесь не вижу, кого-то вот так вижу, про кого-то много расскажу, про кого-то мало, про кого-то там, еще что-то, то есть я немножко не понимала смысла, ну, до этого смысла я доходила 27 лет, потеряла много времени, время. Ну, это большой, огромный опыт, конечно. По поводу предопределенности. Вот будущее, оно, ну, как своими словами рассказать, вот представьте, туман, пластилин, из которого можно что-то лепить, и вот в этом тумане, в этом пластилине, да, как в киселе, есть маяки, как я люблю это называть, то есть есть вещи, которые сформированы, какие-то события, предметы, или там дом сформированный уже, как человек, который хочет там построить или купить, и я их уже вижу и говорю, но большинство, я бы сказала, наверное, процентов 90, все события не предопределены, их можно менять и можно корректировать, вот, даже тот же пример с домом, вот пришла ко мне женщина, собираются они покупать дом, я начинаю смотреть и вижу свои картинки, то я вижу красный кирпич, то я вижу белый кирпич, то у меня такая картинка мигает, то есть я вижу, что люди не определились сами. Иногда конкретно, вот приходит там подруга моей подруги, говорит, собралась машину покупать, что скажешь, я говорю, вижу тебя, едешь в белой машине, она так посмотрела, да, ну у тебя белый цвет терпеть не могу, да, то есть вот тут уже конкретно, все уже сформированные события. По поводу смерти, да, я всегда смотрю людей, по поводу смерти я не люблю очень давать какие-то прогнозы, потому что это промысел Божий, здесь я, как сказать, ко мне с такими вещами не обращаться, я могу рассказать про человека, я могу объяснить, что у него, какие-то, ну чтобы давать прогнозы дату смерти, я такие вещи и не делаю. Хотя, если честно, даты смерти очень-очень редко показывают, не в смысле, что я вижу или не вижу, а у человека всегда есть шансы, всегда есть варианты развития событий. Когда я начала видеть эти варианты развития событий, то будущее, оно не сформировано, поэтому я против гаданий, категорически против гаданий, я с уважением отношусь к людям, которые занимаются гаданием. Среди гадалок очень есть много способных людей, даже приходят ко мне гадалки, я всегда говорю, смотри не просто на карты, на расклад, а смотри сквозь карты, я тебе-то даю советы, подучиваю. Так вот, по поводу даты смерти у человека есть варианты развития событий. Бывают вижу одну цифру, вижу год или месяц, а иногда бывает, конечно, показывают уже дату, прям вот надгрудный камень, дата, то есть это уже единственный вариант развития событий, но такое бывает крайне редко. А ты об этом говоришь человеку, если видишь? Ну, вообще, честно говоря, нет, не говорю. Если родственники приходят, говорю. Но в 99% случаев, вот 27 лет практики, дата смерти, она не определена. Человеку всегда дается хоть один, но шанс. Когда я начала видеть варианты развития событий, у меня такие ассоциации интересные в голове. Вот как три богатыря дошли до камушка, да, и на камушке написано, налево пойдешь, так будет, направо пойдешь, так будет, там, прямо пойдешь, так будет. То есть есть у человека, допустим, кошелек, жизнь и конь. Так вот налево пойдешь, теряешь кошелек, направо там теряешь коня, да. Это называется закон сохранения энергии. Поэтому иногда приходится подталкивать человека, ставить его на какой-то путь, и чтобы он отделался малой кровью, чтобы, ну, допустим, если я вижу впереди авария и смертельный исход, я, ну, мысленно своими, там, фибрами, своими делами делаю так, чтобы, допустим, ну, машина в смятку, а человек остался жить. Ну, вот последний пример наш в Челябинске, да, когда я по всем новостям разослала, что передайте, когда грозы начинались, передайте, чтобы люди ушли от воды, прямо вот разослала в Инстаграм, чтобы люди ушли от воды, потому что я сидела дома, увидела, вот эти шарики души отделяются маленькие, ничего понятного. То есть почувствовала опасность, да? Да, и души, и так много, я была просто в шоке, что, ну, что погибнут люди. Ну, души, они как шарики маленькие, как мыльные пузыри, можно сказать, да, воздушные. И после того, как у нас в Челябинске молния ударила крышу курятника, птицефабрики, птицефабрики, там, говорят, 200 тысяч птиц, вот здесь вот я вздохнула спокойно, пусть меня простит директор птицефабрики, но это, конечно, не из-за меня, но, как сказать, я успокоилась, то, что могло бы быть много человеческих шариков. Могли пострадать люди, да? Но люди все равно пострадали немножко. То есть каким-то образом, возможно, ты повлияла на ход событий, да? Да, я, конечно, не могу это объяснить и доказать, но у меня в жизни было много таких интересных событий. То есть ты предчувствуешь, да, что какие-то могут быть... Ко мне очень много приходило в гости матерей, которые, там, я бывала, из порога падали на колени, спасибо за сына, там, когда что вот сын признался, что там собирался уйти из жизни, и вот позвонил вам, что вот среди ночи был у меня такой звоночек, снова синеглазовый парень, которого там бросила жена, он уже там петлю приготовил, и вот кто-то дал мой телефон, он мне в полночь позвонил, разбудил меня, ну вот. Сейчас у него всё хорошо. Хорошо, хорошо. Он второй раз уйти, не матерей, когда признался, да. Будем продолжать. Вопросов очень много, мы все, к сожалению, озвучить и задать не сможем. У меня рассказывать долго есть. Да, в следующих эфирах мы обязательно продолжим общение со Светланой, и вас познакомим, естественно, со всеми вопросами. Сегодня у нас ещё запланировано очень много, то есть прислали очень много имён, кто хотел бы, чтобы их посмотрела Света. Это огромное количество людей, которые просто нереально посмотрели. Да, мы, честно говоря, в растерянности. Я работаю только по имени. Мне называют имя, я с человеком работаю. Но мы с Анной посоветовались и решили, что очень много повторяющихся имён, и люди не поймут, про кого мы говорим. Давайте прямо сейчас пишите имена в чатах, которые присутствуют. Да, мне надо только имя. Будем смотреть, выбрать. Не дата, что ничего не нужно. Сейчас выберет Света из тех, кто напишет. Выбирай любого человека. Да, хорошо. Мы сейчас выберем из списка, который вы напишете. Пишите прямо сейчас, реально, в Zoom, в Instagram, ваше имя. Из этого списка мы выберем несколько человек, в Instagram и посмотрим, и затем посмотрим из контакта. Поэтому успевайте, реальная возможность получить онлайн-консультацию. И мы, наверное, посмотрим со всех устройств. Начнём мы с нашего Instagram. Так как время ограничено, у нас буквально 25 минут осталось. Вот, поэтому, наверное, мы... Ох, сколько опять-таки много, да? Я буду называть ник и имя, и ник, потому что имён одинаковых. Очень огромное количество. Чтобы человек понимал, о ком речь, да? Да, 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 да. Поэтому мы, наверное, возьмём. Прошу никого не обижаться, потому что чисто методом тыка называю Ирина, нейл Ирина Про. Нейл Ирина Про. Это не Ирина. Да, мы смотрим Ирину из нашего Instagram. Мы смотрим Ирину. Ну, Ирина у нас в мире мёртвых не была. Ни комы, ни клинической смерти у неё не было. Ирина у нас в мире жилец, как я люблю говорить. То есть, будущее открыто. Вот это то, что дано Богом. Сейчас посмотрим всё. Буду показывать, как у нас, в общем-то, работают цветы. Что именно вот такие прорисовки. Вот такие вот. Я рисую систему координат. Семь чакр основных. Но бывает прорисовываю какие-то ещё структуры. Этому меня никто не учил. Эта методика пришла мне сама. И поэтому иногда бывают такие структуры, которые я не могу объяснить и понять, и сформулировать. Что там мне уже понятно. Потому что, ну, учителя у меня нет. Чтобы кто-то это показывал, рассказывал. Информации такой ни в Instagram, ни вне, ни в интернете. То есть, вот, как я вижу. Ну, давайте вернёмся к Ирине. Значит, Ирина. Ну, я уже сказала, что в мире мёртвых не было. Вот, вторая чакра у Ирины в прошлом записана очень большая амплитуда, да, в минусе. Это в прошлом. Сейчас у неё всё хорошо. Вообще, хочу сказать, что Ирина очень эмоциональная женщина в плане и отношений, и секса, и... Очень-очень интересная для мужчин. Одиночества по судьбе у неё нету. Продолжение рода идёт. Всё Богом дано. Но в прошлом у неё висит хвостик. Это программа обиды на мужчин. Программа обида на своего партнёра, да. Это программа и в этой жизни у неё в прошлом была обида на мужчину, да. И в прошлой жизни, и в этой жизни ещё родовая программа. Надо смотреть по отцовской или по материнской линии. Здесь же на второй чакре у нас, как сказать, правильно выразиться, на каждой чакре несколько значений. То есть программа потери мужчин, потери детей. Но это в прошлом. Она сейчас, это программа в спящем режиме. В данный момент у неё всё хорошо. Но эта программа имеет место быть. Ирина, наверное, знает, что есть в прошлом в роду могилы мужчин. Да, то есть программа вдовства здесь идёт. Здесь программа потери детей. Что такое программа потери детей? Это не только выкидыши, это не только потери детей, да. Это может быть, допустим, дедушке 70 лет, а его маме 90 лет. И мама всё ещё живая, а дедушка уже умер, да. Хотя и жизнь прожил. Так вот это тоже программа потери детей. Мать не должна умирать после ребёнка. Она всё-таки должна умирать сначала бабушке, потом маме, папе. Потом уже дети, внуки и так далее. То есть это тоже программа может вот так работать. Это мягкий вариант. То есть в прошлом у Ирины есть такой хвостик. То есть это может быть и программа потери женской крови, женских органов. Но это надо смотреть её маму, бабушку. То есть я обычно смотрю человека, если выявляю какие-то программы, я потом спрашиваю имя матери. То есть я смотрю без фотографий и без разницы, человек живой или не живой. Или 20 лет назад человек умер. Я на это не смотрю. Уровень души. То есть я часто путаю даже живой человек или не живой. Вот есть у меня такая проблема, как я думала, да. Пока мне там один маг не сказал, что ты опустись пониже, тогда будешь понимать, холод, там ещё что-то почувствуешь. Но я не хочу никуда опускаться. Вот. Мне это не совсем интересно. Так вот я спрашиваю имя матери, начинаю смотреть программа по материнской линии или имя отца по отцовской линии. Может быть там бабушка какая-то. То есть я на своём приёме смотрю не только одного человека, который ко мне пришёл. Я смотрю силу рода, я просматриваю отца, просматриваю маму, просматриваю, может быть, там корни глубже, да, если какие-то серьёзные тяжёлые программы. Но у Ирины программа, она очень даже не тяжёлая. То есть она в данный момент не действует. Ну давайте дальше. Значит, третья чакра. У Ирины сейчас идёт страх за будущее, связанный с материальной чакрой. То есть это программа материальных потерь. И идёт страх. Потерь я у неё не вижу материальных. Нету испытаний нищетой в этой жизни. Небольшая... Страх есть, да? Да, да. За будущее. Вот именно с материальным, то что связано. И ещё у неё где-то глубоко-глубоко внутри. Вот будущее, я смотрю, хорошие наработки, да. Она наработала уверенность в себе. Но внутри у неё идёт недовольство собой. В прошлом была программа. Программа самоедства, самобичевания, ругать себя задним чеслом. То есть вот ей надо обратить на это внимание. Ну потихоньку вижу, что прорабатывает она это. Потому что будущее вперёд и вверх уже у неё выродила. Никаких кармических петель, никаких крестов кармических я у неё не вижу. Никаких проклятий, ничего. Единственное, что вот она... У неё есть такая большая амплитуда на второй чакре. Она может своего партнёра то на божничку поставить, то презреть. То есть если он вдруг чего-то плохо себя повёл, да, чего-то такое сделал. То есть у неё может... Есть вот такая внутренняя агрессия женская, которая скрыта, внутренняя. Ну вот тут надо, конечно, копать и смотреть, что и как. То есть это вот буквально первый слой и так. Давайте ещё кого-нибудь поставим. Давайте ещё мужчину возьмём. Так как у нас очень много здесь мужчин. Ой, ой, как вас много. Прям вот пальцем в небо. Да, да, да. Мне только имя надо. Ну, человек, чтоб понимал, как проковорить. Угу. Так. Ну давайте Александр. Колич... Количи кактус. Колючий кактус? Или колючий кактус. Это ник в Инстаграме Александр. Так. Александр у нас очень такой хитренький мужчина. У него модель отношений, да, вот если с точки зрения психологии. Вы должны меня любить таким, какой я есть. То есть я буду позволять себя любить. То есть ему обязательно нужна женщина, которая бы его любила. Он позволял себя любить. Ну это, конечно, в двух словах есть, да. Смысл такой. У него идёт заворот поля на себя, на половой чаке. Но страшного здесь ничего нет. Здесь нет ни петель, ни пристов. В кармических, ни узлов. Ну вот он такой вот. Одеялко любит тянуть на себя. То есть сначала я, мне, моё. То есть другими словами, он потребитель. Ему надо обратить на это внимание. Поэтому могут быть проблемы с противоположным полом. Нельзя быть стопроцентным потребителем. Чтобы получить что-то, надо сначала дать что-то. Вот. Надо научиться давать. Вот по энергетике вы всё-таки потребитель. Он умеет зарабатывать деньги. В общем-то всё неплохо у него. Но есть ещё такой момент, как поиск виноватых. Во-первых, он неправильно выбрал себе профессию. Он кем мечтал в жизни стать. Но сейчас он молодец, нарабатывает самореализацию. Но в прошлом он неправильно выбрал профессию. Не знаю, какими путями он пошёл учиться. Или все побежали. Я побежал. Или его кто-то там заставил. Или там родители его засунули куда-то. В какое-то учебное заведение. То есть он не совсем правильно выбрал себе. Работает он, скорее всего, не по диплому. Не по профессии. И поиск себя. Скорее всего, разные сферы деятельности он менял. Вот. Если Александр нас слышит, пусть напишет нам, так это или нет. Интересно было бы его услышать. Да, пишите обратную связь, пожалуйста. Если вы здесь. Ну, он молодец, конечно. У него идёт поиск себя. Он на правильном пути сейчас, в данный момент. А в прошлом-то вот он немножко был замкнут. И у него сейчас хорошие наработки. У него была боязнь сцены. Боязнь аудитории. Он очень хорошо наработал. И потихоньку и речь себе поставил. Он молодец. Очень похожий, неплохой психолог. Ну, вот он такой хитренький. Есть у него страхи. Но никаких фобий. Ничего такого страшного я не вижу. Опять же, тоже случай, можно сказать, обычный рядовой. Ни кармических петель. Ничего такого сложного нет. Я очень люблю сложные случаи. Интересные случаи. Я люблю, когда у человека действительно какие-то проблемы, фобии. То есть я имею в виду браться за это. Чем тяжелее легких путей, тем для меня, я, конечно, могу болеть и плохо себя чувствовать. Но я люблю заниматься конкретными делами. Не просто, что кому-то расскажи, когда выйду замуж или ещё что-то. Я, конечно, смотрю совместимость, приходят девочки там, вот расскажите мне про Васю, про Петю, про Игоря, про Славу. Я каждого смотрю, просматриваю. Я же без фотографий работаю и смотрю, где этот такой, а этот такой. Ну, бывает. Ну, ещё одного успеем посмотреть из Инстаграма. Татьяна Тани Шугор. Тани Шугор. 4, 5, 6, 7. Татьяна у нас живёт в будущем ожиданиями. У неё всё, надо быть здесь и сейчас. Будди специально говорят. У неё немножко идёт, вот, ну, видимо, ожидания какого-то события или чего-то она ждёт. Или там, то есть у неё мысли-то улетели в будущее. Ну, тоже в мире мостах не было. Тоже ничего такого здесь страшного нету. Ей бы неплохо было бы заниматься музыкой. То, что связано с музыкой. Надеюсь, что она закончила музыкальную школу или училась. Так, первый слой. Знаете, очень такой человечек интересный. Очень хорошие наработки. Очень хороший дипломат, потому что загнала всё внутрь. Снаружи у неё идеальное чистое поле. В таких случаях я обычно начинаю скрывать там второй слой, третий, четвёртый. Когда какие-то вот корешки бывают. Мы сейчас Инстаграма смотрим, а минут через 10 мы начнём смотреть из контакта. Поэтому не переживайте, из контакта обязательно несколько человек посмотрим точно. Ну, каких-то страшных, тяжёлых программ я не вижу. Ну, страхи немножко, но ни фобии, ничего нету. То есть, очень даже неплохое поле. Видно, что человек работает над собой. Какие-то, может быть, практики. То есть, очень даже цены плотно той энергетики. Так, ну, любви не хватило. Ей она кинэстетик похожа, ей надо, чтобы её трогали, прикасались, чтобы вот внимание было. Вот Ирина написала, да, всё верно. Первую, которую мы смотрели, Ирина. Вы говорите, всё как есть, я в шоке. Это, то есть, обратная связь. Ну, там, обратно, поверь, у нас надо быстренько одним глазочком. Да, мы смотрим только-только-только, вот, ну, как сказать, заглядываем немножко в ваше будущее. Так, ну, ещё, да, мы успеваем одного человека посмотреть. Вот мы можем посмотреть Артур. Артур. Юлия Николаевна, 89. Артур. А, видимо, девушка спрашивает про Артура. Юлия Николаевна, 89. Да, прямой эфир состоял. Сейчас мы хотели вам сообщить, что есть возможность, кого мы не успели посмотреть, пожалуйста, приходите на консультацию, страничку Светланы, вот прям сейчас, конечно, мы не можем её быстро написать вам тут, но мы её вам либо сообщим в личных информации, либо в лектории. Консультация у Светланы, личный приём, либо есть возможность онлайн присоединиться по WhatsApp в Вайберу. Консультация будет стоить полторы тысячи. Консультация оплачивается через нас, то есть вы можете нам написать в наш директ 3D Hero School, нет, как у нас, 3D Hero School у нас аккаунт, и в Инстаграме вы можете, ну, как бы, написать нам, и мы вам расскажем подробности, как можно к Светлане обратиться, записаться, оплатить и вообще пройти консультацию. Только для участников нашего лектория и контакта специальная цена полторы тысячи буквально вот до конца месяца будет действовать. Поэтому успевайте, присоединяйтесь, такая возможность, поверьте, будет не всегда. Это консультация по WhatsApp, в Вайберу, ну, в среднем где-то 30-40 минут. По времени, да, 30-40 минут рассчитывайте, вот, Света посмотрит вас и, в общем-то, ответит на ваши все вопросы. Вот, наверное, это основной момент. В ВКонтакте мы ещё отдельно всё проговорим, поэтому, так как у нас сегодня и там, и там эфир, но вот для Инстаграма именно эта информация. В ВКонтакте будет размещена информация о консультации и о всех, в общем-то, передвижениях и о всех наших эфирах именно в лектории, в нашем лектории. Поэтому присоединяйтесь в лектории и будет отдельная информация. Да, будет, в общем, такая возможность предоставлена, предоставлена, поэтому успевайте и пишите нам. На этом Инстаграм наш, к сожалению, мы заканчиваем, так как, как говорится, время... Да, не успела, я всё прославляю. Да, ну, в следующих эфирах мы продолжим, потому что, ну, к сожалению, в Инстаграме только-только один час. Поэтому всем спасибо за эфир, спасибо за ваши вопросы. Было очень интересно. И, Света, благодарим вас, что, в общем-то, в нашем эфире поучаствовала. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!